В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Африканская чума не пройдет. Россельхознадзор выставляет санитарные посты на границах Самарской области. Встали на защиту санитарной безопасности. Россельхознадзор установил на границе Самарской области и Татарстана специальные посты, где не только досматривают, но и дезинфицируют машины. Все для того, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней. В Татарстане уже объявлены две неблагополучные зоны. Что нельзя провозить, выяснила Марина Кравцова. Под пристальным вниманием каждый автомобиль. Инспекторы досматривают, есть ли в авто мясная продукция из карантинной зоны. Воз свинины из очагов африканской чумы под строжайшим запретом. На каждый ветеринарный груз должны быть все необходимые документы. Чтобы заразу не завезли на колесах, шины и диски машин, приезжающих из Татарстана, обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором. Досматривается груз, который провозится. И при наличии продукции свиноводства с карантинной зоны и кормов растительного и животного происходения без ветеринарных документов, с карантинной зоны изымается продукция и уничтожается. На границе Самарской области с Татарстаном действует 4 ветеринарных поста. Их установили сразу после введения карантина. В Татарстане объявлены две опасные зоны. Первая радиусом 5 километров вокруг села Сосновка. Вторая в 15 километров как раз прилегает вплотную к Самарской области. В Сосновке, по нашей информации, полученной от коллег из Татарстана, одна свиня у них там умерла. Взяли пробы, выявили АЧС. Потом, как выясняется, это было крестьянско-фермерское хозяйство. 74 головы там у него содержалось. То есть эпизоотический очаг начался у них там. Досмотр и обработку машин проводят круглосуточно, чтобы не возникло заторов на трассах. Водители, хоть им и приходится делать вынужденную остановку, на проверку не жалуются. Закон есть закон. Лучше пусть заразы у нас не будет. Пусть останется там есть, уничтожить, вылечить надо всех. Все спокойно, хорошо реагируют, все с пониманием. Все понимают, что такая ситуация сложная, поэтому приходится немножко подождать, постоять две минуты, и я думаю, ни у кого-то организа оставит. Риск завести инфекцию в Самарский регион пока остается высоким. В мире еще нет средства профилактики и лечения африканской чумы свиней. Поэтому ветеринары делают все, чтобы не пропустить вирус в регион. Посты на границе уберут только после снятия карантина в неблагополучных районах. Марина Кравцова, События. Самарские зоозащитники бьют тревогу. Они подозревают, что незаконный цех по забою собак продолжает свою работу. Речь идет о частном доме на Южном проезде. В июне силовики обнаружили там клетки с собаками и разделанное мясо. Цех работать перестал, и уголовное дело позже закрыли, не найдя состава преступления. Однако очевидцы уверяют, после того, как шумиха улеглась, четвероногих снова стали привозить к частному дому. Так ли это на самом деле? Подробности в специальном репортаже Андрея Горгуленко. Раненый пес Сайгон, добродушная девочка Алабай Сури и маленький кутенок, побаивающийся людей. Ему еще не успели дать имя. Сейчас эти собаки в безопасности, за ними ухаживают и кормят. А еще недавно они сами могли стать для кого-то деликатесом. На Южном проезде, рассказывают работники приюта, они обнаружили ферму, которая напомнила им картину из фильмов ужасов. Там стояли морозильные камеры, в которых хранилось мясо непонятного содержания. Там прямо на полу стояла циркулярная пила, стояла мясорубка. Возле двора была найдена маленькая собачья челюсть и также хвост собаки. Там бегали два щенка. Одного щенка мы спасли себе, одного забрали в другое место. Забрали оттуда также кучу собак. Работники приюта обратились в полицию, чтобы правоохранительные органы вновь организовали проверку частного дома. В июне здесь уже обнаружили незаконный цех по забою собак. Нашли 11 живых четвероногих и уже разделанное мясо. Тогда возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Однако его прекратили за отсутствием состава преступления. Якобы собак убивали гуманным способом, а мясо продавали только для своих. Подпольную собачью ферму закрыли, но зоозащитники уверены, цех еще работает. В силу того, что прокуратура вынесла отрицательные решения, я стала периодически сюда опять заново приезжать. Наша съемочная группа отправилась на южный проезд. Хозяина фермы успеваем застать на месте. Он собирался уезжать на рынок. Уроженец Вьетнама показать свое владение согласился сразу. «А мы можем с вами сегодня сюда зайти? Выходить? Посмотреть, да. Где? У вас дома. Давай». В сарае выпиющая антисанитария. В коридоре много всякого хлама и мусора. А за дверью в грязном помещении поросята и куры. В соседнем помещении морозильные камеры и, как говорили в приюте, мясорубка прямо на разбитом бетонном полу. Но улик, доказывающих, что здесь и сейчас забивают собак, нет. Сам хозяин утверждает, что перестал заниматься незаконной деятельностью. «Все, вы больше этим не занимаетесь? – Никогда. Я привык вам. Вот сосед, он хорошо узнает. Мы в сетях не знаем, у меня масса. Ряды, все проверяют. Милиция приезжает? – Да, ночью, ночью тоже проверяют. Все проверяют, ничего нет. Я хочу, мне не мешать, пожалуйста. Я хочу спокойствовать. Я 55 лет, мне не хочу спокойствовать». Подтверждает эти слова и сосед. «У меня три раза по недоумству приводил местный участковый, просил меня посмотреть. И под запись, все, они тут смотрели. Один раз на видео даже снимали, они тут все комнаты, абсолютно все проходили, ничего такого не нашли». Просьбу открыть багажник своей машины Вань Таньхау тоже встретил без сопротивления. И уехал на рынок торговать утками и зеленью. Но защитники животных продолжат борьбу с живодерами. В интернете идет сбор подписей под петицией, которая требует остановить работу цеха по забою собак. Сейчас за это высказались уже более 4 тысяч неравнодушных граждан. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Сменить нельзя оставить. Коммунальные страсти разгорелись в Самаре в микрорайоне улиц Отважная, Дыбенко и Карбышева. Многие жители недовольны работой своей управляющей компании, готовы ее сменить, но встретили неожиданный отпор. Обе стороны конфликта выслушала Олеся Корецкая. Быть или не быть нынешней управляющей компанией. Над этим почти гамлетовским вопросом жители микрорайона, что на Отважной и Карбышева, бьются еще с августа. Их дома обслуживает энерготехсервис. После того, как эту контору стали заваливать жалобами, коммунальщики вышли к людям с предложением создать товарищество собственников недвижимости. Так, мол, будет проще решить разногласия. Но горожане решили пойти другим путем и сменить саму компанию. После чего, по словам жителей, и началась необъявленная война. И как только стали уходить дома от управляющей компании энерготехсервис, они обрушились на жильцов, на тех людей, которые активно работали в этом направлении. Ну и на меня, конечно, с листовками. Листовки все, конечно, ужасные. Какие все плохие управляющие компании, какая хорошая вот наша энерготехсервис. Они на сегодняшний день пытаются сделать свои реестры голосования. Тоже ходят по домам, хотя не имеют этого права. Претензии к управляющей компании возникли, когда жители внимательно изучили квитанции и сравнили данные с показаниями счетчиков. Вот, например, за май мы переплатили столько гикокалорий, вот, в июне столько. А потом они не работают строго по счетчику, понимаете? Они что хотят, то творят. Председатель Совета дома Людмила Помогайбина уверена, люди переплатили по ее подсчетам больше 300 тысяч рублей. Они уже сообщили об этом в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. После того, как жил инспекция, пришел ответ, что это они делают незаконно, в этом месте эту строку они убрали. В управляющей компании другая точка зрения. Ее директор Антон Кондратьев уверяет, конфликт спровоцировали люди, которые заинтересованы в том, чтобы дома обслуживала другая фирма. У нас везде чистота, порядок, у нас всегда тепло. Мы собрали реестр голосов, который также мы отправили в жилинспекцию и в администрацию, где люди действительно большинством голосов избрали мою компанию. И поэтому те инициативные граждане, которые пытаются поддерживать предыдущего управляющего с его желанием навязать услуги другой компании, на настоящий момент с юридической точки зрения абсолютно не обоснованы. В напряженной ситуации есть и плюсы. Жильцы стали активнее. Они создали форумы по подъездам, участвуют в общих собраниях. Решения о смене управляющей компании в жилищной инспекции примут в течение месяца. Жильцы 27-го дома по улице Отважная тем временем готовят обращение в суд. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Областной бюджет на предстоящий год сверстан более жестким, но все социальные статьи будут профинансированы в полном объеме. Трехлетний проект главного финансового документа региона года представлен на заседании Кабинета министров. Согласно документу, бюджет 2017 года по доходам составит 126,5 миллиардов рублей, примерно столько же по расходам. Следует отметить, что это цифры пока без учета целевых поступлений из федерального бюджета, который еще только формируется. Несмотря на неоднозначный прогноз социально-экономического развития области, бюджет будет бездефицитным, а в последующие годы предполагается даже оставить небольшой профицит. Задачу жесткой экономии обозначил в послании губернатор Николай Меркушкин. По его словам, нужно исключить все неэффективные расходы, особенно затраты на органы управления. Все расходы социального плана, выплаты, компенсации, доплаты, субсидии сохраняются, будут профинансированы в полном объеме. Более 80 миллиардов рублей пойдут на финансирование социальных отраслей экономики, таких как здравоохранение, образование, социальная политика, спорт и культура. Далее коротко о других темах дня. В Тольятти учительница ударила 8-летнего мальчика головой о парту. По предварительным данным, второклассник не смог ответить на вопрос педагога. После чего классный руководитель перешла на кулачные методы воспитания. Мальчик сильно ушиб нижнюю часть лица, а также лишился зуба. В тот же день последствия рукоприкладства зафиксировали медики травмпункта. Родители обратились в полицию. Силовики проводят проверку по этому факту. Полиция выявила в Жигулевске нарушителей миграционного законодательства. В поле зрения оперативников попали 7 иностранцев, реставрировавших фасад здания на улице Мира. Инспекция обнаружила, что мигранты работали без разрешительной документации. Иностранцев привлекли к административной ответственности. Также полицейские устанавливают личность работодателя, которому тоже грозит штраф. В ноябрьские праздники, а россияне в этом году будут отыгать три дня подряд, самарские электрички будут ездить по измененному расписанию. В четверг, 3 ноября по пятничному, 4 и 5 ноября по субботнему, 6 ноября по выходному дню воскресенья. Подробности можно уточнить на сайте Самарской пригородной пассажирской компании. В Доме актера состоится награждение победителей Самарской городской театральной премии зрительских симпатий «Браво». Церемония состоится 31 октября в 18.00. Премия «Браво» проводится с 2012 года. На нее номинируются театральные коллективы, спектакли актеры, режиссеры и художники профессиональных театров. Победители определяются большинством зрительских голосов. В этом году анкеты для голосования заполнили более 10 тысяч человек. Заповедник «Жгулевский» входит в топ-10 самых популярных в России. Аналитическое агентство «Турстат» провело исследование рынка экологического туризма. Следующий, 17-й год, объявлен Годом экологии в России. В стране насчитывается 50 национальных парков, 103 государственных природных заповедника и 61 заказник, которые относятся к особо охраняемым природным территориям. Среди других популярных заповедников – национальные парки Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Башкирии и Карелии. В 41-м на улице Куйбышева поселились 300 иностранных журналистов в Гранд-Отеле, а Япония и Турция, которые были готовы напасть, увидев всю мощь военного парада, отказались от этой затеи. На уроках истории школьника ветераны рассказывают подробности военных лет, которые не вошли в учебники. Истории выслушала и Мариана Мирная. Здесь было размещение всех посольств. У каждого посольства была своя улица и размещение по особняку. И недалеко от всего было на улице Куйбышева находился Гранд-Отель. Ученик 8-го класса Никита Лутаев проводит экскурсию, рассказывает о времени, когда Куйбышев стал запасной столицей. Среди почетных гостей – участник парада 41-го года в Москве Федор Алексеевич Глухих. Рассказывают, что в тот день, 7 ноября, Иосиф Сталин, уставший, но гордый, наблюдал шествие солдат. 6 ноября нас сняли с боевой задачи. Мы позанимались с тобой подготовкой приблизительно 6 часов. Вечером нас посолили на автомашины, привезли в Москву, переночевали мы. Утром наш бросок, через 2 часа мы оказались на Красной площади возле собора Василия Блафьевна. И тут мы поняли, что нам предстоит быть участниками парада. В школьном музее за 30 лет накопилось больше 800 экспонатов военных лет. Дети вместе со своим методистом собирали их сами, пройдя от Твери до Берлина с походами. Одну из реликвий – аккордеон, который подбадривал наших солдат в Германии, школе подарила дочь Михаила Матянина, основателя музея, ветерана Великой Отечественной. Именно такие детали помогают молодежи проникнуться патриотизмом. Она здесь написала о том, что не только сознание перевернулось, она более серьезно начала понимать именно то, что дали. От чего освободили они, наши предки, наши деды и прадеды, освободили от той нечисти, от того нелицкого общения вообще как бы вот всех. Ученики школы номер 100 ежегодно принимают участие в параде памяти. Не исключение и этот. Ребята отправятся на площадь Куйбышева 7 ноября. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. Почетный гражданин, заслуженный хирург. В Самаре открыли мемориальную доску в честь профессора Александра Краснова. Мощь и выправка самарской полиции. На площади Куйбышева прошел строевой смотр. Одни из лучших в стране. Самарские врачи больницы Середавина стали победителями на всероссийском конкурсе. Какова статистика несчастных случаев на производстве и как они расследуются? В программе ГУРОТЭС начальник отдела государственной инспекции труда в Самарской области Алексей Флеров. Смотрите в 18.15 и задавайте вопросы по телефону 202-11-22. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok